Сегодня у нас иван-чай, во-первых, разной ферментации. Есть густой черный иван-чай, есть более светлый, более легкой ферментации, аналог зеленого чая, хорошего, дорогого. И на следующий год, в этом году еще сделали с добавкой таволги, потому что она разжижает кровь, это те, у кого с венами проблема, мы сделали для них такой аналог. И зеленый чай сделали с жасмином, аналог хорошего, дорогого зеленого чая с жасмином. На следующий год у нас возникла идея, сейчас уже у меня внук Сашка, который любит вот иван-чай с добавкой, с фруктовой ноткой, да, то есть сейчас вот яблочки уже это созревают. То есть мы сделаем пакетированные чаи, да, для вот таких любителей немножко фруктовой нотки, то есть будет уже чай в пакетиках. То есть мы развиваемся, в этом году мы сделали уже ассоциацию, собираем производители иван-чая. То есть мы не можем, мы отдаем себе отчет, что мы не можем увеличивать объемы, да, без ухудшения качества. То есть если мы начинаем через мясорубку молоть, это уже потеря качества. Если мы начинаем где-то что-то хитрить и жертвовать, это потеря качества. Нас устраивает только на все сто. Поэтому мы создаем ассоциацию производителей ручной переработки иван-чая. Вот, мы будем решать проблемы упаковки, значит, проблемы рекламы, проблемы этикеток. Все будем решать централизованно, вот, под эгидой русского кооперативного общества. Уже у нас есть заказы из Германии, из Эстонии на наш вот замечательный иван-чай. Возникает, наверное, закономерный вопрос. Но есть же китайский чай, есть какой-то там японский чай, есть какие-то мексиканские чаи. Но неужели чайов уже недостаточно? Зачем еще и вот кипрейный чай? Значит, Англия в 19 веке, имея обширнейшие колонии в Вест-Индии, да, и имея качественный чай зеленый и черный, тем не менее 60-80% по разным источникам внутреннего рынка иван-чая составлял именно Копорский чай из России. Англичане знают цену жизни, цену здоровью, цену хорошему настроению. Поэтому вот этот иван-чай – это возврат к нашим истокам. Наши предки тоже знали цену этому чая. То есть никакой китайский чай не сравнится, никакой индийский чай с этим не сравнится по своему минеральному составу, по своему целебному качеству. Почему тогда, опять же, закономерный вопрос возникает, почему тогда больше сейчас известны черные различные чаи, зеленые импортного происхождения, а наш иван-чай практически очень мало кто знает? Мы же в начале пути. То есть у нас в прошлом году фестиваль 40 человек собрал всего, а сейчас уже у нас, видите, я была единственным производителем в том году. Сейчас у нас, по-моему, уже 4 человека привезли такие полукустарные или вот такие ручной работы иван-чай. То есть все впереди. Я вас с другой точки зрения спрашивал. Ведь традиция Копорского чая, ну или правильно называть все-таки Иван-чай, потому что Копорское – это отдельный район, это отдельный район, очень давно известна. И известно, что Россия поставляла на Запад огромное количество вариантов этого чая. И именно русский чай там был известен, а черный чай и зеленый чай из Китая были как дополнение, не более того. Только почему же тогда сейчас мы начинаем возрождать традиции, а не продолжаем это? Почему это малоизвестно? Вот что случилось? Где был перелом такой? Перелом, наверное, он в тот момент наступил, когда Россия действительно являлась экспортером огромного количества нашего чая, да, Иван-чая. Значит, англичане, производители черных и зеленых чаев, да, известны Индии, они пустили слух, что якобы русские при ферментации добавляют глину в чай. И что это якобы очень опасно для здоровья. Хотя, на мой взгляд, если бы добавляли русские глину, то англичане бы стали еще здоровее. Вот. Но глина портит цвет, портит прозрачность чая, и это легко определяется. Так вот, англичане стали сходить на нет вот эти закупки Иван-чая, да, то есть он просто был оболгом. Вот. Ну, а традиция все-таки, она вещь такая достаточно устойчивая. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что да, есть традиция потребления зеленого чая и черного, но традиция потребления Иван-чая, она сейчас только возрождается. Но по тому эффекту, то есть вот я знаю людей, которые зеленый чай пили, а зеленый чай, помимо кофеина, да, и немножко такого вот этого бодрящего, будораживающего действия, он еще и вызывает сухость гортани, вот, такое чувство покалывания, да. То есть вот этот заменитель, вот, Копорский наш чай, он полностью лишен этих недостатков, вот, и он еще и обладает целебным действием, он мягко регулирует все системы организма. Вот. И человек, который на себе все это испытал, моя мама 78 лет ей сейчас, она сама собирает, сама ферментирует и своим подругам еще рассылает вот этот Иван-чай. Мягко регулирует давление, сердечный ритм, чистит печень, почки мягко очень. Вот. Ну и почему же нам вот отказываться от того лекарства, которое у нас под ногами? Почему мы все время говорим о ферментированном чае? Разве Иван-чай невозможно принимать в том виде, как есть? Нарвалы, листочков, заварил и пьешь? Или ферментированный имеет какую-то свою полезную особенность? Да, да. То есть сушеный Иван-чай, во-первых, разделим на два вопроса. Во-первых, сушеный Иван-чай, значит, по вкусу, по-своему, напоминает просто травяной чай заваренный, да? Вот. А ферментированный Иван-чай, он дает еще более богатый вкус, аромат и цвет. И с точки зрения здоровья. Значит, если мы травку высушили, то есть у нее альвеолы клетки, вот эта оболочка клетки, она не повреждена. То есть питательные вещества остаются внутри клетки. Какая-то часть переходит потом через оболочку клетки, да, растворяется в чае, но какая-то нет. То есть ферментация – это раздавливание клетки как раз, это получение вот всех питательных веществ в очень доступном виде. Кроме того, любой продукт, прошедший процесс ферментации, будь это квашеная капуста, например, соленые огурцы, либо ферментированный Иван-чай. То есть он получает продукт уже в переработанном наполовину виде, который для желудка очень комфортно. То есть при любых заболеваниях желудка, да, то есть это продукт, который очень легко усваивается и максимально усваиваются все полезные вещества. Вы здесь занимаетесь не просто тем, что пропагандируете чай, еще и показываете, как его правильно изготовить и как правильно заварить. В чем заключается этот рассказ? Значит, для заварки Иван-чая, правильной заварки, нужна вода не кипящая, да, 100 градусов, не достигшая 100 градусов. Либо это белый ключ, либо это закипевшая вода, но чуть-чуть остуженная. Вот, заваривать не надо торопиться никогда, значит, это 8-10 минут заварка Иван-чая. Но, значит, если у вас Иван-чай остыл, вот, или остался у вас невыпитый на завтра, он не теряет своих полезных свойств, значит, он остается настолько же целебным. То есть его можно на второй, на третий день использовать. Можно вторую заварку делать, цвет уже будет немножко потерян, но вот терпкость такая, более такой, скажем, насыщенный вкус, он сохранится. Вот, у нас сейчас, кстати, заинтересовались рестораторы в Москве этим напитком, да. И, значит, сейчас мы еще не начали над этим работать, но спросили, нельзя ли для лимонадов и для каких-то вот это самое использовать, мохито, вот ваши эти зеленые чаи. А сбор Иван-чая, сбор Кипрея и подготовка, это трудоемкий процесс? Конечно. Если, значит, есть любители Иван-чая, есть сборщики, вот, которые занимаются в промышленных масштабах, да, они просто вот берут эти плантации Иван-чая и вот так вот под корень там срывают просто стебли, да. Вот, то есть я считаю, что это не экологично очень, то есть я рву верхушечки, потому что если ты соберешь верхушечку, на месте одной верхушечки вырастает там 8-10 этих верхушечек. Вот, и у взрослых растений я собираю листы, причем я без стебля, я рву листы, по 8-10 листов с растения. То есть это щадящий очень способ, почему? Потому что Иван-чай оказался очень уязвим. То есть сейчас вот плантации Иван-чая, они истощены, то есть они, их место заполняется тоже очень целебным растением, золотарник называется, золотая розга. Значит, растет он такими же зарослями, на вид он очень похож на Иван-чай, и пока Иван-чай не зацвел, его легко перепутать. Вот, даже я вот в мае собрала, значит, золотарника, но я-то уже знаю на вкус, и даже когда трешь его, то есть он немножко более мылкий, что ли, такой. Вот, и я когда обнаружила, что у меня часть листиков золотарника, я полезла в интернет, я не могла найти, я двое суток потратила на то, чтобы найти, что это за растение, оказалась золотая розга. Целебнейшее растение, которое лечит даже какие-то онкологические заболевания. Ну, я тогда его оставила в том составе Иван-чая, вот, то есть сделала с золотарником. На самом деле ферментировать можно не только Иван-чай, разные растения. Вот, хочу попробовать малину заферментировать, лист брусничника там, да, земляничник. То есть это все получаются добавки, очень усвояемые организмом и очень полезные. Они гораздо полезнее, чем сушеные травы. Хорошо, ну, об Иван-чая, я так понимаю, можно говорить бесконечно. Да, да, это тема, скажем, национального такого масштаба. В заключении у нас есть хорошая традиция, на мой взгляд, хорошая, когда человек, который что-то рассказывает, желает тем, кто слушает что-то хорошее. В данном случае Народному славянскому радио и фонду «Сварог». Что можете радиослушателям и тем, кто будет смотреть канал «Сварога», пожелать от себя доброе, вечное? Ну, во-первых, конечно, здоровья. Огромного-огромного здоровья с детям, с внуком, и родителям, и самим людям. И, конечно, все у нас, все, что для человека нужно, для его здоровья, для его счастья, оно создано уже природой. И нам надо просто вспомнить. Все, спасибо. Благодарю. Благодарю. Благодарю.